Как запрягать лошадь? Собственную лошадь имеет не все. В большом городе ее мало для чего можно использовать и трудно содержать. Однако, в сельской местности лошадь оказывает большую помощь людям. В частности, она может быть транспортным средством для людей или помогать перевозить грузы. В статье рассказывается о том, какая бывает упряжь и как запрягать лошадь. Комплектация упряжи Лошадиная упряжь состоит из многих частей. Некоторые являются типичными, другие применяются только в отдельных способах запряжки. Основные принадлежности упряжи рассматриваются далее. Уздечка она представляет собой довольно сложную конструкцию. Во рту лошади, на его изгибе, помещаются удила. Они представляют собой металлический стержень, у которого к краям прикреплены кольца. От них под подбородком установлен подбородочный ремень. Поводье представляет собой длинную тесьму, концы которой прикреплены кольцам удел, а средняя часть находится в руках наездника. Уздечка на лошади Пара ремней, которые проходят сверху, называются оголовьем. Они позволяют уздечке держаться на голове. Таких ремней имеется два. Один проходит сзади ушей, другой – спереди. Под оголовьем проходит еще один подбородочный ремень. Существует несколько конструкций уздечек. Здесь приведена одна из наиболее распространенных. Ковессон для лошади похож на уздечку, но в нем не предусмотрены металлические удила. Его используют вместе с поводком коня во время работы на корде. Недоуздок обычно, когда стоит незапряженная лошадь, это не значит, что на ней вообще отсутствует упряжь. На самом деле на ее морде есть ременной недоуздок, который охватывает ее снизу и сверху. Снизу к нему прикреплено кольцо, где крепится поводок для лошади. Таким образом удобно вести лошадь в нужном направлении. Когда приступают к запряжке лошади, недоуздок необходимо снять, а вместо него надеть уздечку. Шуры – это ровные пластины, которые располагаются с внешней стороны глаз. Одной из их функций является защита глаз от мелких предметов. Их устанавливают с помощью специальных держателей и располагают так, чтобы они минимально ограничивали обзор и располагались таким образом, что две трети были ниже уровня глаз. Обратите внимание, думая, как запрячь лошадь в телегу, нужно учитывать, что шуры удобны, когда лошадь идет по автомобильной дороге. В этом случае уменьшится ее страх перед автомобилями, которые будут близко мчаться. Вожжи их прикрепляют концами к удилам. Вожжи держит возница, который с их помощью управляет движением лошади. Хомут он предназначается для того, чтобы тягловую силу лошади передать телеге. Принцип его действия состоит в том, чтобы впрячь коня так, чтобы деревянные части плотно прилегали к телу, не мешая дыханию. При этом лошадь толкает хомут всем телом, используя свою силу наиболее эффективным образом. Еще польза от него состоит в том, что он снижает вибрацию, передаваемую от телеги, амортизируя ее при движении по неровным дорогам. Обычно его изготавливают из двух мощных деревянных деталей, скрепленных одной стороной вместе. Эти части называются клещами. Когда их надевают через голову лошади, их нижние части раздвигают, а затем их связывают с упонью. Строение хомута хомут одевает таким образом, чтобы он плотно облегал тело лошади, но при этом не натирал в процессе езды. Под него подкладывают хомутину, которая представляет собой мягкую эластичную подкладку. Хомут устанавливают таким образом, чтобы он не мешал дыханию лошади во время работы. Шлия представляет собой сложную конструкцию ремней, которые будут охватывать лошадь. Ее значение состоит в том, чтобы предохранить хомут от смещения в различных сложных ситуациях. Примером одной из них является ситуация, когда телега едет с горы и хомут может сдвинуться по направлению к голове лошади. На заметку, шлия – это набор ремней, которые с одной стороны прикреплены к хомуту, а с другой плотно охватывают лошадь в различных направлениях. Один из них проходит вдоль верха, а крупа лошади – два расположены по бокам. Также предусмотрены два ремня, которые обхватывают туловище в вертикальной плоскости и проходят под крупом лошади. Оглублей она представляет собой деревянную конструкцию, которая передает тягловую силу от коня к телеге, куда ее запрягли. При этом вертикально расположенная часть, называемая дугой, имеет форму полукруга, концом которого должны быть прикреплены деревянные направляющие. Гуш, когда необходимо оглублей прикрепить к хомуту, их подвязывают специальными очень прочными ременными петлями. Зимой их рекомендуется смазывать дегтем, чтобы они не стояли колом. Гужи нужно отрегулировать так, чтобы они имели равную длину и обеспечивали правильное положение оглублей, она не должна отклоняться ни в одну, ни в другую сторону. Натягивают гуж, кроме этого, дегтать предохранит гужи от впитывания влаги и преждевременного разрушения. Кроме того, что они прикрепляют оглублей к хомуту, гужи прикрепляют дугу к ним. Сиделкой под пруга их основной функцией является еще одно прикрепление оглобель. Для этого используют крепкий ремень, который пропускают через кольца сверху и снизу крупа и подвязывают к обеим оглоблям. Эта деталь упряжа охватывает туловище коня сверху вниз. Верхняя часть, так же как и нижняя, обычно снабжена кольцами. Одно расположено сверху и два по бокам и чуть ниже. Нижняя петля есть не всегда, находится в самой нижней ее части. Поскольку верхняя часть предназначена для нагрузок, обычно ее снабжают войлочной подкладкой, которая снижает трение. Прикрепляют сиделку, затягивая подпругу снизу. Совет. Если речь идет о перевозке тяжелых грузов, впрягают лошадь, используя так называемую горбатую сиделку. Верхняя часть у нее металлическая и согнута под острым углом. Если тяжесть значительная, такое устройство снизит нагрузку на лошадиный круп. Намордник и воротник в некоторых случаях, если это необходимо, можно использовать намордник для лошади. Он одевается на переднюю часть морды и закрепляется специальным ремешком, который проходит за ушами. Намордник силиконовый может также использоваться воротник. Его надевают на шею и он расширяется по направлению вперед. Его размеры таковы, что лошадь может смотреть только вперед. Виды и способы запряжки В основном применяются следующие виды упряжи. Одноконная упряжка из двух лошадей, тройка коней, многоконная. Последний вариант может различаться по количеству запрягаемых лошадей. Если делается пристяжка, это означает, что одного коня ставят во глобли, а пристежная бежит рядом, помогая коренной лошади. При двух лошадях в запряжке одна коренная, а другая пристяжная лошадь. Обратите внимание, нужно учитывать, что можно запрячь двухколку для лошади своими руками, однако сделать это для большего количества будет затруднительно. В третьем случае речь идет о русской тройке лошадей, где обычно одна из лошадей является коренной, а две другие – это престижные. Если используют карету с четверкой лошадей, то один из вариантов состоит в использовании двух пар – двойки выносных, а также двойки коренных. Другой способ носит название квадриги – четыре лошади при этом бегут в один ряд. Когда имеется пять лошадей, запрячь коней можно так, в первом ряду ставят три выносных, а за ними – две коренных. К сведению, использовать еще большее количество лошадей при одной запряжке не имеет практического смысла. Однако это иногда может делаться при некоторых развлекательных мероприятиях. Также есть и другая классификация видов конной упряжи – постромощная. Этот способ является наиболее распространенным для использования в сельском хозяйстве. В этом случае дышло и оглобли применять не принято. Одно из достоинств такого способа – это простота. Однако упрощенная сбруя на крутых спусках может привести к травме лошади. Постромощно-дышловой вариант. При этом способе дышло и оглобли используется, что приводит к более безопасному вождению. В случае крутых спусков на дороге. Другие достоинства состоят в том, что становится выше устойчивость животного, а также при сельхозработе повышается эффективность рода животного. Однако в этой ситуации важно правильно запрячь коня, не перетянуть и не перекосить ее. Оглобельно-постромочная. Этот способ характерен тем, что при запряжке не применяется дуга. Однако хомут присоединяется достаточно надежно с помощью кожаных или металлических фиксаторов. Может применяться также другой вариант, при котором оглобли прикрепляются к сиделке, а не к хомуту. Данный вариант повозки, запряжанной лошадью, является очень популярным в различных европейских странах. Его принято называть английской запряжкой. Оглобельно-дуговой вариант. Данный способ принято считать исключительно российским. В Европе его практически никогда не используют. Этот способ популярен и в случае транспортировки грузов и для перевозки людей. Смешанный способ. В рассматриваемом случае в запряжке могут одновременно присутствовать черты нескольких вариантов. Чаще всего при такой запряжке не используется дуга. Этот вариант не принято использовать на тех дорогах, где крутые спуски или подъемы. Для верховых поездок способ запряжки существенно отличается. Правила запряжки. В самом начале с коня снимают недоуздок и надевают уздечку. Ее ставят через верх, вставляя удила и закрепляя ремни уздечки. Для того, чтобы эта упряжь не смещалась, ее закрепляют при помощи капсуля. Это круговой ремешок, который охватывает морду, располагаясь на несколько сантиметров сзади от удил. Его нельзя затягивать до конца. Принято делать это так, чтобы можно было сделать проверочное действие. Снизу между ремнем и мордой можно было подсунуть два пальца. Еще одна его важная функция состоит в том, чтобы удила не сдвигались вбок и кольцо не попало в рот. Необходимо прикрепить сиделку. Она должна обхватывать круг лошади и быть завязана ремнями снизу, чуть сзади по отношению к передним ногам. Необходимо прикрепить сиделку, когда одевается хомут в шлея к нему должна быть уже прикреплена. Надевают его через голову. Удобно это делать, перевернув хомут, а затем, надев его, нужно будет поставить правильно. Одевая оглоблю, нужно расположить дугу внутри оглобель, пропустить гуш позади и над оглоблями провести его снаружи петли и захватить конец дуги. Обратите внимание, после того, как оглобли прикреплены, нужно затянуть супонь. Чтобы это сделать, надо встать сбоку от коня и несколько раз обернуть ее вокруг хомута. После этого необходимо упереться ногой, чтобы притянуть концы друг к другу и закончить обматывание, с усилием обмотав и затянув супонь. На этом этапе необходимо прикрепить шлею. Она одним концом прикрепляется к хомуту, затем ее нужно аккуратно расправить и закрепить. Теперь надо прикрепить ремнями оглобли к сиделке. Для этого ремень пропускают через верхние петли на ней, через нижнюю петлю крепко привязывают его к оглоблям. Как нужно распрягать коня? Обычно в этом случае действия происходят в обратном порядке по отношению к запряжке. Это выглядит следующим образом. Сначала отвязывают возжие и вынимают их. Отвязывают ремни, которыми оглобли были подсоединены к сиделке. Развязывают супонь, отсоединяют дугу и аккуратно ее снимают. Выводят коня от оглобель, отвязывают и отсоединяют шлею. Снимают хомут, отсоединяют и снимают сиделку. Затем животному вытирают пот, если на дворе зима и коню холодно, накрывают попоной. Запрягать коня это довольно сложное дело. Чтобы его освоить, перестать быть в этом новичком, нужно проделать такой урок неоднократно. При этом важно помнить о том, чтобы при запряжке не нанести повреждения и не спровоцировать натертости или другие проблемы. Если все сделать правильно, конь станет надежным помощником для своего хозяина в жизни.